Мастер Фиде Роман Ежов Конь Ф6, С4, Е6 Перед нами новоиндийская защита Слон Б7 А3, чтобы слон на Б4 залезть не мог И черный играет Д5 Белые съедают Конь Д5 И играет скромненькое Е3 Но Е4 сразу ходить нельзя Теряется конь, теряется пешка тогда Поэтому черные здесь съедают Чтобы усилить контроль своего белопольного слона Теперь белопольный слон красавец Черный играет слон Е7 И белый делает ход слон Б5 Надо развивать белопольного слона И они сначала делают шаг Вызывают ход С6 А потом отходят на Д3 Данный стратегический метод называется Исчезающий ход С этим методом Мы скоро с вами познакомимся С5 Белый делает тракировку Черный играет конь С6 И слон Б2 на будущее Ставит слона по этой диагонали Тут две пешки перед ним Но белые надеются открыть эту линию Ладья Ц8 Ферзя ставит на Е2 Развивает фигурки Ладью ставит на Д1 И сейчас здесь, например, в такой позиции Чаще всего играют ЦД, ЦД И слона ставит на Ф6 И в случае хода Е4 Играет конь А5 Открывая своего белопольного слона И позиция приблизительно равная Лайош Играет ферзь Ц7 На что белые играют Ц4 И здесь правильной реакцией на этот ход Является конь А5 Если Д5 Как было в партии То после размена Брать на Д5 плохо Из-за слона Х7 И будем играть вот такую позицию Так что пешку не берем И здесь у черных есть вот такой вот ход Как Ц4 Очень противный У белых, может быть, немножко все равно поприятнее Но еще вагон игры И выиграет тот, кто просто лучше играет в шахты А в партии Черные решили съесть пешку И сыграли теперь конь А5 Белый Д5 После размена не хватает пешки Ц5 Которая бы двинулась вперед А так, вроде бы, да Открытая линия Но что черные могут сделать по этой открытой линии Непонятно Здесь уже у черных плохая позиция Если, например, сделать какой-то слон Д6 То тут можно получить конь Ж5 Висит пешка Надо ее защищать Тогда Ферзь Е4 Угроза мата Надо играть Ж6 И Ферзь А4 Висит пешка А6 Непонятно, как ее защищать Брать коня, естественно, нельзя Из-за такого вот мата Ну а двигать пешку вперед тоже нельзя Потому что пожертвуем Ферзя И потом слон А7 мат В партии черные решили съесть пешку на Д5 Получили слон А7 Надо съедать этого слона Отдают на Д5 Король уходит Все поровну И казалось бы, ну ничего страшного Да, открытая линия Аш Ничего страшного Черные как-нибудь защитят Но не тут то было Черные играли против самого Гарри Каспарова И Гарри здесь нанес вот такой вот удар слоном на Ж7 Черные должны съедать И Конь Е5 Открывая линию для Ферзя Ладья идет на Д8 Шах Король уходит на Ф8 Ферзя в 5 Угроза мата Надо защищаться Тогда шах Тут уже черные не нашли ничего другого, как скинуть качество Получается теперь у черных две фигуры за ладью Но с таким королем долго не живут И Гарри пытается до него добраться Шах Король Ф7 Ладья отходит на Д3 Меняться ни к чему Надо наоборот Как можно больше фигур задействовать для атаки на короля Ладья идет на Д1 Конь Е5 Шах Король уходит Снова шах Наша задача заставить короля не убежать куда-то на край доски А все ближе и ближе стремиться к нашему королевскому флангу Где-то на четвертый ряд Король Ф5 Шах Заставляет короля дойти Здесь уже идет форсированный мат Шах Король уходит на Ф3 Шах Ну вот здесь лавиш уже сдался Но я вам хочу показать Какой именно мат нашел Гарри Каспаро Значит если пойти ферзь С3 То будет ферзь Д5 шах У короля единственное поле на Е2 Тогда шах на Е4 Ферзь Е3 И ферзь Е3 мат Вот такая вот На мой взгляд очень красивая и интересная партия Гарри Каспарова Ставьте лайк кому понравилось Подписывайтесь на канал Ну и небольшой анонс предстоящих событий В эту субботу В 6 часов вечера Нет не в 6 В 8 часов вечера Будет у нас турнир с подписчиками Все новости будут где-то за 30 минут до начала турнира Следите, появятся у меня предстоящие события Иконочка, туда заходим И там в чате я напишу По какой ссылке надо будет регистрироваться Ну и не только турнир Просто поиграем с вами Так что присоединяйтесь И всем пока До субботы